Всем привет! Мы уже вернулись в Турцию и сегодня я бы хотела поделиться своим опытом открытия счёта в Турецком банке. Мы вернулись в Турцию буквально несколько дней назад. Здесь масочный режим, который необходимо соблюдать везде и в магазине, и в парке. Я сейчас нахожусь в парке. Здесь я присела на травке. Я думаю, что вокруг меня наверное в метрах в ста вообще никого нет. Значит, по поводу банка. Раньше я пользовалась услугами своего украинского банка и в принципе мне этого было достаточно. Но я как бы давно присматривалась к турецким банкам, выбирала. И сейчас такая возникла необходимость открытия счёта, поэтому банк я уже сразу выбрала. Это Зератбанк, это государственный турецкий банк. И счёт я открывала сегодня, буквально несколько минут назад, поэтому по горячим следам хотела поделиться своими впечатлениями. Какие документы мне понадобились? Мне понадобилось всего два документа. Это мой загранпаспорт украинский и вид на жительство в Турции. Также я спросила сотрудника банка, можно ли открыть счёт без вида на жительство. Можно, но необходимы какие-то дополнительные документы, которые подтверждают ваш адрес в Турции. Это, допустим, какие-то документы с отеля или договор аренды на квартиру. Но вам необходимы, как он объяснил. Мне достаточно было этих документов, поскольку всё остальное у меня было в порядке с документами. То есть у меня не было никаких просрочки по виду на жительство. У меня официально зарегистрированный адрес как бы здесь, в этом районе. И в этом же районе я обратилась в банк. Кстати, это тоже, как он сказал, важно для открытия именно первого счёта в банке. Процедура заняла очень быстро. Мне был процесс весь этот интересен, поскольку в Украине я проработала 10 лет в банковской системе. Мне было интересно, как всё проходит здесь. Процесс этот прошёл очень-очень быстро. Мы пришли в банк. Очереди практически никого не было. Отделение было пустое. Мы сразу присели. Он понял задачу, проверил все документы. Я знаю, что многие очень жаловались, что не могут открыть счёт здесь, в Турции. Но, как оказалось, всё это очень просто. Я думаю, что, возможно, в каких-то других банках этот процесс был бы немножко другой. Но, мне кажется, в принципе, система одна и та же. Я хочу сказать, что если вы недостаточно владеете турецким языком, лучше вам взять кого-то в помощь, мужа, подруг или кого-то другого, кто может вам объяснить некоторые моменты. Они дали подписать договор, то есть ваша подпись. Карточку вы можете получить сразу. Но это будет не именная карточка. Или через несколько дней вам принесут на почту вашу именную карточку. Открытие, обслуживание счёта бесплатно. Единственное, он попросил сразу пополнить счёт, перечислить деньги какие-то на ваш счёт, чтобы он не оставался пустой. Поскольку реквизиты высылаются сразу на ваш телефонный номер, который вы подключаете. Никаких бумажек, они договоров ничего не дают. То есть он взял документы, с них делается ксерокопия. Вы подписали договор, то есть всё остаётся в банке. Вам обратно ничего они не отдают. Вся информация о тарифах. Тарифы я изучала, достаточно лояльные тарифы по сравнению с Украиной. Поэтому вся информация вы изучаете самостоятельно онлайн. Я также на всякий случай брала турецкий налоговый номер. Но он совершенно не понадобился. Но сотрудник банка сказал, что возможно он понадобится, если он не увидит адреса. Или вы, допустим, не оформлены в этом районе. Он понадобится. Поэтому прежде чем обращаться в банк, лучше уточнить все в детали. Но я сразу выбрала банк. Я знала, что он находится недалеко от нашего дома. И мы пошли и сразу открыли счёт. Поэтому процесс оказался очень простым. Проще, чем в Украине намного. Поскольку мы вернулись наконец-то в Турцию. За Турцией я совершенно не успела соскучиться. За Турцией, поскольку в Украине мы проводили время очень активно. Времени что-то снимать у меня не было. Но сейчас у меня куча планов. Тем более уже пройдёт эта жара. Хочется погулять по Стамбулу. Посмотреть различные исторические места. Конечно же, я буду снимать видео и делиться. Всё, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»